Жителям дома по улице Урицкого строительные работы приносят одни проблемы. Подрядчик, выполняющий капитальный ремонт многоквартирника, не завершил кровельной работы. Из-за этого появились мокрые сены и плесень в квартирах. Собственники обратились к властям города. Что теперь грозит подрядчику и когда капремонт станет в радость, узнала Анна Рябчук. Вода идет по трубе, пропускается на пол. Вот видите, там у нас срывается, и вот голодой в этом отверстие уходит вниз к соседям. Вместо новой крыши они получили мокрые стены и плесень. Год назад в доме по улице Урицкого в Тюмени начался капитальный ремонт. Подрядчики заменили все трубы, зимой взялись за кровлю. Но дело так и не завершили. Между квартирами последнего этажа и улицей всего одна плита перекрытия. На протяжении, грубо говоря, месяца полутора идет протечка такая большая, глобальная. До этого были небольшие потеки. Когда были большие ливни, до 4 часов утра мы сидели, ходили с тазиками, терли, терли, терли. В таком состоянии кровля дома на Урицкого находится с конца апреля. С тех пор стройка не велась. Но было 18 попыток со стороны подрядчика подписать акт выполненных работ. Жители не согласились и обратились в прокуратуру. По договору отремонтировать кровлю подрядчики должны были к 1 августа. Бригады менялись одна за другой. Между тем, крыша оставалась без контроля. В процесс вмешались собственники. Изучили проект, обратились к властям. По их мнению, то, что на бумаге и на деле – небо и земля. Подрядчик значительно отошел от проекта в конструкциях. Во-первых, конструкции поставлены значительно меньше. Во-вторых, качество строительных материалов, что мы видим за моей спиной, это снятые с крыши, оказалось совершенно другие. Это подтверждают и власти. Ремонт дома под личный контроль взял заместитель главы города. После совещаний со службой заказчика и технического контроля согласован новый график. Крышу должны сдать 15 сентября. А далее строители будут устранять последствия подтоплений. По договору у нас ответственность за причинение ущерба третьим лицам лежит на подрядной организации. Сейчас подрядная организация выполняет работы и переделывает там, где было некачественно выполнено. То есть производит выбраковку материалов. Это не единственный дом, к которому есть вопросы. И все у того же подрядчика. Расторгать договор не выход. Пострадают и другие объекты. А вот штраф точно будет. За каждый день просрочки строителям начислят пени. Анна Рапчук, Андрей Захаров, Владимир Абраменко, Тюменское время.